Ты так и сказала? Не верится даже. Так и есть. Но что мне делать, Шебнем? Я чуть не сгорела на месте от гнева. Жаль поступать так с шефом. После этого я поговорила с шефом Эйпом. Он о нём ничего плохого не сказал. Так он же с его рекомендациями и пришёл. Ладно, хорошо. Наверное, я слишком загнула. Но что бы ты сделала на моём месте? Тебе бы было всё равно? Никаких подозрений? Подозрения, может быть, и были бы. Вот. Мне бы такое, возможно, не понравилось. Но нельзя говорить такое человеку просто потому, что ты его в чём-то подозреваешь. Это серьёзное обвинение. Любой бы обиделся. Как он должен был поступить после этого? Он делает что-то хорошее. А я говорю себе, ладно, Нас, Ферат не такой уж и плохой. А потом очередной промах, и всё идёт к чёрту. Я не могу ему доверять. Он принёс с собой сплошной хаос. А порядка-то и не было. Не забывай, дорогая. До этого мы тщетно пытались хотя бы копейку заработать. Прости, конечно, но это на ресторан даже не было похоже. Разве что немного лучше обычной столовой. А теперь, неужели ты не видишь изменений? Мы начали зарабатывать, расплатились долгами. Персонал счастлив, гости довольны. Я очень рада, что дела пошли в гору. Это заслуга Ферата. Ферат, теперь что будешь делать? Как ты будешь общаться с нас после всего этого? Что мне остаётся? Уйду. Что? И это конец? А какой у меня выход? Я такого даже не ожидал. В этот раз она серьёзно разозлилась. Ребят, я был честным человеком, пока во всё это не ввязался. Все говорили, Ферат честный человек, он не свернёт на скользкую дорожку. А теперь я по наклону покатился. Слушай. Ты всё ещё тот Ферат. Для нас ничего не изменилось. Теперь ты сомневаешься в себе. А ведь это именно Таиланд со своим пучком ввязал тебя во всё это. Да, тут Ирген прав. Мы жили по-простому. Тихо, безобидно, пока они не появились в нашей жизни. А потом, будто нам кислород перекрыли, и жизнь уже не была прежней. Спасибо вам. Но я доберусь до этого фальшивого доктора, даже если уйду из ресторана. Если я пойду ко дну, то и его с собой потяну. Что ты будешь делать? Если мы не смогли добраться до его так называемых гостей, найдём настоящих. Тех, кого он задел так же, как и меня. И как нам это провернуть? И что за тайный совет тут у вас? Ты зачем меня позвал, Ферат? Сверхсекретный вопрос? Гюли, тебе стоит присесть. А что случилось? Давай, садись. Ферат, ты бы себя видел, лицо как у следователя. Ты же наверняка все выпуски шоу этого подставного доктора посмотрела. Где мой адвокат? Что такое? Три всадника апокалипсиса. Один слева, другой справа, другой напротив. Послушай, Ферат, я не смотрела его. Ему потом по заслугам воздастся. Я тебе не верю. Ты же на телефоне смотрела. Я видел. Не ври. Не надо. Ну а что такого? Только разочек. Это передача слишком печальная, Ферат. А что было делать? Было то еще искушение. Вы что, вы пришли наказать меня за это? Кто был гостем? Последний раз. Кому еще доктор испортил жизнь? Есть такие, как я? Называй их имена по одному. Ты же не убить его собираешься? Слушай, Ферат, если султан придется носить передачки в тюрьму, она с ума сойдет. Точно тебе говорю. Гали, давай ближе к делу. Так что? Сказать. Рассказать, что было в выпуске? Да. О каком же рассказать? А, сейчас подумаю. Бергюм. Этот самый интересный. Там была девочка по имени Бергюм. Она рассталась со своим парнем точно так же, как ты, Сасуман. Так. И она влюбилась в парня по имени Юсуф. Они любили друг друга. Он позвонил на передачу. Весь такой в слезах. У меня прямо сердце разрывалось. Гюли, кто такой этот Юсуф? Юсуф? У него небольшой бизнес. Он хороший парень. Они любят друг друга. Доброе утро, Нас. Доброе утро. Принести вам кофе. Сейчас не время для кофе. Я должна поговорить с командой. Шеф Феррат уходит. Правда? Я пообещал вам. Я говорил, что не оставлю вас в беде. Но я не бросаю вас на полпути. Я уверен, что вы будете работать так же успешно, как и со мной. Но куда вы уходите, шеф? Предложение получше? Что? Разве я бы оставил тебя ради большой зарплаты? Это потому, что мы разозлились на вас в день конкурса? Нет. У вас было основание для этого. Это не связано с вами. Тогда не уходите. Вы мой кумир. Ты молодец. Вот это? Набор ножей будущего шефа. Это тебе. Спасибо, шеф. Только не завидуйте. Я обязательно подарю и вам подарки. Нас попросил у вас уйти, шеф. Нет, я ухожу не из-за нее. Никто другой не сможет вас заменить, шеф. Слушайте. В этом бизнесе один человек не преуспеет. Все зависит от команды. А вы настоящие молодцы. И наши успехи совместны. Поэтому вы продолжите с блеском и без меня. Поверьте мне, все будет хорошо. Нет, шеф. Звоните своему шефу, если будут проблемы. Если что-то понадобится. Ясно? Да, шеф. Да, шеф. Договорились. Давайте. Ферат. Мы можем поговорить? Дорогой Тайлан, ты же знаешь, я могу просто приходить сюда и говорить с тобой. Поверь, ты меня вдохновляешь. Рядом с тобой мне спокойнее. Физа, спасибо вам. Это чувство взаимное. Но в этот раз ты какой-то другой. Не выглядишь счастливым. Что случилось? Ты же знаешь, я тебя выслушаю, если захочешь. Спасибо за заботу, но я с этим справлюсь. Хорошо. Нас, наверное, тебе уже рассказала. Вчера мы стали участниками неприятной истории. Да. Она говорила, вы, конечно, расстроены. Конечно. Знаешь, это фото... Из-за него нас считает, что она в долгу перед ними. В качестве извинения она даже принесла тете шефу торт на день рождения. Это сумасшедшая даже моего брата пригласила. Конечно, он же нашел для нее работу. Он не хотел, чтобы кто-то об этом знал. Вот такой мой брат джентльмен. Ты же ее знаешь, эту женщину. Она просто вне себя от злости была. Вся такая бедная, несчастная. Слова меня писать, это надо было видеть. Да. Нас тоже была на грани. Этот так называемый шеф ее довел. Она так сказала. Конечно. Мы все были на грани. Ах, мой дорогой брат. Пожалуйста. Спасибо, Кандемир. Приятного аппетита. Спасибо. Я слышал, вы уходите. Да. Возможно, на мое место придет человек, который умеет играть по правилам. Мы к вам привыкли. И будем скучать. Приятного аппетита. О чем нам говорить? Вчера ты сказала все, что хотела. У меня есть предложение. Я все еще помню об этой папке, но я хочу, чтобы ты остался здесь до конкурса. Почему ты так резко передумала? Настрой команды для меня сейчас важнее всего. Я не хочу жертвовать победой из-за наших взаимоотношений. Понимаю. Конечно, если ты все же хочешь уйти... Мне тоже не хочется оставлять ребят перед конкурсом. Хорошо. Ладно, я останусь. Но я не смогу быть здесь весь день, потому что мне нужно будет искать работу. Я останусь в качестве поддержки. Хорошо. Договорились. Да, договорились. Вы хотите вычеркнуть их из своей жизни? У нас схожие цели. Так и есть. Умоляю, давай найдем способ. Избавимся от этой семейки. На самом деле, у меня есть идея. Да? Но вы должны мне помочь. Я один с этим не справлюсь. Никак. Я сделаю все необходимое, лишь бы они навсегда исчезли из нашей жизни. Хорошо. Тогда сделаем так. Как ты понимаешь, нам нужно сделать это, чтобы они поняли, какая между нами пропасть. Таилан, не пойми меня неправильно. Но ты уверен, что это хорошая идея. Я позову прессу и поеду туда. Скажу, что делаю это, чтобы улучшить ситуацию. Именно так. Но если вы не можете, я найду другой способ. Нет, нет. Не пойми неправильно. Я не говорила, что не могу. Просто переживаю, что мы слишком сблизимся, пока будем пытаться от них избавиться. Напротив, Физа. Вы сближаетесь, пытаясь от них избавиться. Понимаете? Таким образом они поймут, где их место, и исчезнут из вашей жизни. Поверьте, как только станет понятно, что это они слили то фотопрессе, чтобы привлечь внимание и заработать, нас наконец-то уволит Феррата. И тогда победа будет обеспечена. Перед твоим умом устоять невозможно. Спасибо, Физа. Я всегда предпочитаю работать с такими умными и открытыми людьми, как вы. Дорогая. Привет. Ты как здесь? Садись. Тайлан? Ты что? Я сказал вчера, что он может быть мошенником. Но ты идешь к нему домой поздравить с днем рождения его тетю. Тебе совсем плевать на мои слова. Тайлан, это не потому, что я не слушаю то, что ты говоришь мне. Я поехала исправлять ошибку. Ты пришла, и они тебя выгнали. О, я вижу, моя тетя тебе уже все рассказала. Смотри, милая, ты думаешь, что играешь против простодушных людей. Но они изображают из себя гордых и стараются использовать всех и вся. Я боюсь таких людей. Люди должны быть предсказуемыми и чистыми, как вода. Да, ты прав. Я совсем не понимаю Феррата. Что, он тебя обидел? Нет, нет. Просто я считаю, что ему точно не стоит доверять. Хорошо, тогда почему ты все еще держишь его? Возьми и уволь. Не волнуйся. Я здесь только до конкурса. Потом ухожу. Ты добавил к списку своих странных талантов подслушивание? Интересно, что будет дальше? Скоро узнаешь, доктор. Ты такой таинственный. Кто знает, чего мы еще не знаем о тебе? Что ты пытаешься сказать? Я так понимаю, что вам есть что сказать? Нет. Я только что вернулся с собеседования. Хорошего дня. Ты видишь, дорогая, он так поступает, чтобы нас поссорить. Мне нужно идти. Из-за скандала с фотографиями мне нужно уделять больше внимания своему шоу. Но если этот человек чем-то еще тебя расстроит, прошу, не молчи. Хорошо? Хорошо? Договорились? Пока. Пока. Все хорошо, господин Турхан? Все хорошо у нас. Мы с удовольствием приходим сюда. Я рада. Приятного аппетита. Спасибо. Здравствуйте. Что желаете? Не хочу есть. Хорошо. Что хотите выпить? Я не пить пришел. Я вынужден попросить вас уйти. Я никуда не пойду. Я не уйду, пока не увижу Таилан и Гюнибакана. Почему вы кричите? Здесь нельзя себя так вести. Одну минуту. В чем дело? Я жду вашего жениха, прекрасная леди. Он разрушил мою жизнь. О чем вы? Достаточно. Я прошу вас. Не трогай меня. Я буду ждать здесь доктора любви. Уходите. Я с места не сдвинусь, пока он не придет. Почему вы кричите? Выйдите, пожалуйста. Я жду доктора любви. Я подожду вашего жениха. Наверху переполох. Пришел парень и закатил сцену. Какую? Просит Таиланда. О, господи. Позвольте мне проверить. Скоро вернусь. Что происходит? Шеф Фират разговаривает с человеком, который устроил сцену в зале для гостей. А разве мы не должны его выслушать? Спросить, в чем проблема? Ну и какая у тебя проблема? Мне ничего от вас не нужно. Я просто хочу поговорить с доктором любви. У меня были очень хорошие отношения. У нас были наши мечты. Но проклятый доктор испортил все. Испортил. Я хочу узнать, почему он разлучил меня с моей девушкой. Вы говорите, что этот доктор разлучил вас с вашей девушкой. Это так? Именно. Как же легко обвинить кого-то еще. Кто знает, почему девушка бросила вас? Я ничего не делал. Богом клянусь. Я не могу поверить в это, глядя на вас. Вы испугали наших гостей. Проводи этого человека, Кандемир, немедленно. Пожалуйста, не надо, Кандемир. Разве ты не видишь его сердце в ранах? Неужели мы нанесем еще одно? Что такое? Я правда хочу знать. Я слушаю. Юсуф, пойдем на кухню. Я выслушаю тебя. Если нас не хочет. Шебнем. Ты с ума сошел? Почему ты позволяешь этому человеку оставаться здесь и идти на кухню? Мы даже не знаем в своем ли он уме. Он ищет Тайлана. Похоже, что твой ненаглядный кого-то обидел. Понимаю, тебе не хочется в это верить. Конечно. Тайлан никому не причинит вреда. Этот мужчина ненормальный, поэтому девушка ушла от него. То есть, это причина, по которой она ушла. Именно. Этот человек не может контролировать свой гнев. У него проблемы с психикой. То есть, твой жених не виновен? Конечно, нет. Тайлан – человек, который всем старается дарить только счастье. Он не желает зла. Пойдем и послушаем, что нам скажет этот человек. Не собираюсь. Что, боишься узнать правду о возлюбленном? Конечно же, нет. Я доверяю Тайлану. Тогда давай пойдем к нему и послушаем, что он скажет. Если я не прав, то больше ничего не скажу о Тайлане. Ладно. Идем. Бигюм была фанаткой Тайлана Генебакана. Каждое его слово воспринимала всерьез. Она хотела посоветоваться с ним по поводу нашей свадьбы. Она откладывала деньги, а потом пошла к нему на прием. Все пошло кувырком. Бигюм постепенно отдалилась от меня. Брак – это связано с Тайланом, не могу никак понять. Может быть, твоя девушка не была уверена в тебе? Мы смотрели с ней дома в интернете и мечтали, как будем жить вместе. Мы представляли, как будем вместе сидеть в своем доме, взявшись за руки, веселиться, общаться. Бигюм считала дни до нашей свадьбы. Она хотела выйти за меня, а потом вдруг сказала, что хочет расстаться со мной. Она все время убегала от меня, я не мог с ней поговорить. Этот парень помешал нам, повернул все так, чтобы она передумала выходить за меня. Ты пытался найти Тайлану, но тебе не удалось, верно? Да, я как раз собирался тебе это сказать. Он как высокопоставленный правительственный чиновник, поэтому я и пришел сюда. Подумал, что он придет к своей девушке, и я смогу поговорить с ним. В этой истории что-то не сходится. Тайлан не мог вас разлучить. Может быть, у вас были проблемы в отношениях, но вы этого не видели? О каких проблемах ты говоришь? Люди могут ругаться, злиться, проявлять характер, но нельзя просто взять и исчезнуть. Разговоры все равно не помогут, если вторая сторона не умеет слушать. Если кто-то не склонен кому-то верить, то ничего не изменится, поверь. У каждого свое мнение. Ты действуешь согласно своему видению, чтобы тебе не сказали, так? Знаете... Подожди минуту, Юсуф. Да, если у нее есть свое видение, ей следовало выслушать Юсуфа. Но нет, я уверен, этот фальшивый доктор помешал этому. На самом деле... Секунду, Юсуф. А что вообще сделал Юсуф, чтобы поговорить? Что он сделал? Давай найдем девушку и спросим. Не будь смешным. Конечно, сиди здесь, в своем пузыре и затыкай уши. Верь тому, чему хочешь. Ты несешь полную чушь. Ты боишься увидеть настоящее лицо Тайлана. Все раскроется, если мы найдем девушку и поговорим. Хорошо, прекрасно. Пойдем поговорим. Пойдем. Юсуф, и ты с нами? Да, я иду. Шабнем, попроси принести мою сумку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова